Потому что я узнала, что она мне изменила. Короче, на самом деле мне очень стыдно это рассказывать. Девочки, лохушка просто, локаторы свои развесила. В общем, всем привет. И меня долго не было на канале, но для меня это, по крайней мере, долго. В общем, меня не было 7 дней, потому что эти 7 дней я нахожусь, честно говоря, в каком-то аду. И я не хочу просто сейчас, возможно, это видео будет каким-то сбивчивым и странным. Я просто хочу забыть вообще всю эту грязь, всю эту мерзость, которая, к сожалению, произошла со мной в жизни. Для тех, кто не знает, но очень многие, в принципе, за мной сидят в Инстаграм. В общем, я встречаюсь с девушками. И 4 года назад у меня начались новые отношения. И 3 года назад мы расписали в Швеции. В общем говоря, у меня однополый брак был. И я не такое видео хотела записать вообще, в принципе, про камин-аут. Но, блин, как вы понимаете, это видео, скажем так, уже про то, что прошло. В общем, давайте по порядку. Мою бывшую девушку зовут Катя. И мы познакомились с ней в 16-м году, когда она проживала в Лондоне. На тот момент мы познакомились в ВКонтакте. И, в принципе, меня этот момент должен был смутить. Ещё тогда, девочки... В общем, на тот момент она жила со своей бывшей девушкой Наташей. Но мне она рассказывала, что они, типа, расстались, что они не встречаются. Она просто, типа, вместе снимает, там, типа, жильё. Ну, уже, согласитесь, ситуация странная. Через какое-то время она ко мне приезжает, а именно через 4 месяца. На самом деле, предыдущие отношения, они тоже начались как бы онлайн. Но это всё, поскольку было желание с двух сторон, это происходило достаточно быстро. И мы достаточно быстро переехали в другую страну. Да, меня очень сильно смущало то, что это получается, что она очень долго тянула. Как уже потом оказалось, тянула она это время не просто так. Всё было хорошо до тех пор, пока в течение какого-то времени начались какие-то странные ситуации, связанные с контролированием меня. Что я кому-то написала, что я там, кому-то, в общем говоря, там, что-то не так ответила, что я пошла в зал, в спортзал. Мне подруга подарила дорогой, достаточно абонемент. Я себе такой не могу позволить. Подруга мне подарила абонемент в спортзал. И, чтобы вы понимали, за год я туда раз пять сходила, потому что каждый раз, когда я шла в зал, у человека была просто, типа, какая-то, честно говоря, истерика. Туда не ходи. Друзья, которые у меня были, честно говоря, они подвергались чаще всего, типа, какой-то, ну, не то чтобы критике. Но, мне говорить, этот человек не был в восторге от того, что, в принципе, у меня есть друзья, что я вообще с кем-либо общаюсь. Что я даже в магазин не могла выйти без того, чтобы была какая-то истерика. Если я шла в отпуск, и это вот продолжалось практически до последних моментов. И с её стороны было принято решение, что она уезжает из Лондона, и она собирается приезжать в Швецию, якобы, что нам там будет легче жить, работать, потому что она, типа, гражданка Швеции, и мы там, типа, сможем заключить брак. Так, окей, она, типа, пришла от Швеции, и какое-то время она, типа, живёт, ну, какое время, а всё время она живёт там со своей матерью. Перед заключением брака мы, естественно, там, я поехала туда расписаться, да, но что-то подобие свадьбы, безусловно, было, потому что я, блин, девочки, честно говоря, очень ненавидительная ситуация. Сказала на Алиэкспрессе платье за 47 долларов свадебное, потому что у меня лично денег не было, а с той стороны, конечно же, мне никто не предложил, скажем так, этот нюанс оплатить. И я ещё, знаете, я так чётко помню, у меня не осталось, поскольку я заказала это платье, у меня не осталось денег на то, чтобы купить себе какие-то туфли, либо, я не знаю, балетки новые. И у меня под свадебным платьем были старые стоптанные балетки из секонд-хенда. И мне тогда было так стыдно, что они уже такие, знаете, честно говоря, БУ, поюзанные. Я не знаю, где были мои мозги, меня вообще на тот момент вот эти все нюансы не смущали. В общем, приехала я уже как раз-таки за пару дней до росписи, там уже как-то это всё назначилось. Я никогда не забуду тот день, за день до свадьбы, в общем, получилось так, что я увидела, что у нас с кем-то очень интенсивно переписывается. И я такая думаю, что за хрень? В общем, я поскольку узнала пароль, я зашла в телефон, и я увидела, скажем так, переписку романтического характера. Представьте, за день до типа а-ля свадьбы мы поругались очень сильно. И это произошло в тот момент, когда мы ехали в поезде в Швей. Я никогда не забуду тот момент, когда мы уже вышли с этой электрички, короче. Она типа просто попиздавала, типа вперёд, короче. Я сзади иду, у меня просто, честно говоря, истерика. Я иду, короче, рыдаю, потому что все мои какие-то надежды, все мои какие-то добрые намерения, они вот так вот перед свадьбой, честно говоря, просто опозорились. Потом приехали мои друзья на свадьбу, всё. И ещё такой момент, который меня, в принципе, должен был смутить, когда она приглашала моих друзей на роспись. Она говорит, ну, вы можете типа у нас остаться, всё. Они достаточно обеспеченные ребята. Я им это сказала, что вы можете у них остановиться. В общем, уже за неделю, наверное, до того, как должна была роспись, то есть я их пригласила, они купили билеты, всё. За неделю до этого она мне говорит, ну, типа, где там они будут останавливаться, семейная пара, вот. Я говорю, ну как, где, подожди, ты же мне сказала им сказать, что они будут у тебя дома останавливаться. Она такая, в смысле у меня дома? У меня дома негде, типа, короче, негде им остановиться. Я говорю, подожди, как это негде? Там же, типа, вообще три или четыре спальни, огромный диван, типа, в гостиной. Ну, как это негде? Ты же, то есть я не просила моих друзей никуда размещать. То есть, как бы, я передала им как раз-таки ту информацию, которая, типа, должна была быть. Я не хочу, чтобы они здесь были в доме. Меня это очень сильно уже тогда резонуло. Вот, и когда мне звонила моя подруга, как бы, знаете, мне было так неудобно вообще сказать, типа, ну, то есть, что они порадовали деньги на билеты, типа, тары-пыры, и что они, как бы, не могут остановиться, да? Потому что я думала, чтобы, ну, люди не снимали гостиницу, там не платили за это деньги, что они, типа, там остановятся. И опять же, это не моё было предложение. Хорошо, но у меня этот момент, типа, очень сильно смутил. Вы знаете, я такой вот, ну, просто чувствую, я просто такой человек, что если я пообещаю, да, тому скажу, там, типа, эй, слушай, там, мой друг, да, приходи ко мне домой, типа, оставайся. А тут он уже пришёл, он уже стоит на пороге, я ему скажу, слушай, типа, дорогой, ты ничего не перепутал? Ну, это просто, ну, честно говоря, некрасиво, и хорошо, что у них, типа, была возможность. Предложила их поехать встретить с аэропорта. Они вот так и взяли, типа, такси. Такси им пришлось 150 евро, потому что их там какой-то мужчина, скажем так, из бывших стран СНГ обманул по поводу стоимости, ну, и так далее. Для них. В итоге, для чего мы расписывались? Расписывались мы для того, чтобы я имела возможность переехать в Швецию, и мы жили мило и счастливо. Я предложила вести совместный канал, чтобы снимать видео, потому что мне показалось, что это интересная такая тема, будем говорить, нестандартная, да. Первые видео, которые набрали очень большое количество просмотров, это полностью делала я, снимала вот на эту самую камеру, на которой мы видим. Казалось бы, всё хорошо, планируется переезд в Швецию. Но переезд в Швецию, знаете, это просто оказалось, что это всё жёсткий пиздец, потому что никто никуда никого не планировал перевозить. Она мне рассказывала, что вот мы сейчас, вот сейчас я там это, сейчас я то, сейчас я, типа, перевезу тебя, короче, в Швецию, будем жить вообще душа в душе. Через полгода случился не то, что первый звонок, это просто был гром среди ясного неба, это было лето семнадцатого года, тогда общение было в ВКонтакте. Друзья, девушка, как бы, скажем так, противоположного типажа от меня, более скороткой стречки, она говорит, ты что, срочно этого человека заблокируй? Вот прям вообще, типа, срочняк. Я такая вообще, понимаете, я настолько на тот момент слушалась, я слушалась, что не надо ходить в зал, что не надо там, типа, с подругами ходить, что не надо там в магазин, короче, лишний раз уходить. Вы понимаете вообще, типа, какой бред? И, естественно, я, потому что я не хочу ссоры, потому что каждый раз, когда я делала по-своему, у человека просто истерика была. Я блокирую эту девушку, всё, и через какое-то время мне, типа, пишут с другого аккаунта ВКонтакте, пишут, эта девушка как раз-таки такой, которая заблокировала, говорит, слушай, а ты знаешь, что, типа, Катя общается, типа, очень близко с моей девушкой? То есть, с какой-то другой вообще, типа, барышней, то есть, с её девушкой, да? Я говорю, нет вообще. Она такая, можно я тебе, типа, наберу, короче, на пару слов? И она, типа, набирает, рассказывает эту всю ситуацию, типа, с переписками. Чтобы вы понимали, человек забронировал отель в Минске. Человек там искал билеты, потому что мы приходили рассылки. И эта девушка мне рассказывает, что вот, типа, Катя, типа, к ней, эта девушка увидела наш совместный канал, она начала писать Кате какая-то, там, типа, она вообще охеренная. И, короче, что это общение, скажем так, оно, типа, выходит из пандконтроля. Катя собирается приехать к этой девушке, они уже договорились на конкретную дату. Тут я вот захожу на почту, я вижу брони отелей. Девочка, брони, для чего бронируется отель? Отель бронируется, что там, ну, естественно, да, для того, чтобы приехать в другую страну. И это, соответственно, я тут же, короче, звоню ей. Я была вообще в таком шоке, я, типа, на неё, типа, наорала очень сильно по телефону и бросила трубку. Она мне перезвонит и говорит, ах, ты с той бабой всё-таки пообщалась, типа, ах, ты, короче, там, типа, ше-бе. И, короче, что там, ты, короче, переметнулась к той бабе, короче, да пошла ты. Это я переметнулась. С учётом того, что это не я бронировала отели, с учётом того, что это не я собиралась на конкретную дату покупать билеты, понимаете? Это с учётом того, что она у всех подписчиков, которые из Минска, она спрашивает, насколько вообще дорого в Минске или нет. Хватит ли мне 500 евро на три дня или нет. Её блокирую везде, всё, короче, для меня это. У меня этот вопрос решён, значит, несколько дней приезжает и говорит, я не я, хата не моя, я ничего не делала, меня подставили, меня оболгали. И вообще, типа, я с той бабой общалась, но у нас ничего не было. И вообще, типа, меня просто специально подставили, потому что они уже вместе помирились, а я вот одна, я тебя потеряла. Ну, короче, девочки, я разъяснила уши, я поверила. Хотя уже надо было тогда послать и вообще просто заблокировать везде и просто жить жизнь. Мне так жалко, что я потратила просто-просто время, понимаете? Три года я потратила просто впустую. Начался у нас новый сезон, который называется «Невыполненные обещания». Она приехала, она мне пообещала, что она мне будет вообще всё оплачивать. За всё время, что мы праздновали, она мне один раз, типа, цветы подарила на день рождения, торт с цветами и как бы всё. Но вы понимаете, дело не в подарке, дело просто в отношениях. Во все остальные годы, когда мы были вместе, к сожалению, подарков мне не поступало. Что она вообще никогда в жизни ни с кем не будет общаться, что у неё есть только я и больше вообще никого нету. И вообще там просто любовь forever. Поверила девочке, и что вот самое главное, она пообещала, что она мне привезёт в Швецию. Соответственно, проходит месяц, я говорю, слушай, что там насчёт переезда? Она говорит, ну вот, типа, надо делать, надо документы делать. Говорит, вообще, сюда не лезь, короче, сюда не лезь, дай мне сама. Я, типа, мужик такой, типа, да, я там сама, короче, сейчас это самое разберусь, расчехлюсь и так далее. Ну, типа, проходит неделя. Я говорю, как там с переездом-то? Потому что для приезда там, на самом деле, очень простые условия. Она говорит, не трогай, я там всё делаю, я уже подала документ. Соответственно, для того, чтобы узнать там всё на шведском, да, у них, либо на английском, для того, чтобы узнать, действительно ли это так и какие нужны требования, да. Я захожу в шведскую группу, описываю ситуацию, говорю, что у тебя из Украины, на гражданка Швеции. Говорю, вообще, какие действия и так далее. Мне скидывают список то, что требуется. И первое, самое важное, это иметь отдельное жильё, арендованное, либо, ну, твоё, да, в собственности, твою квартиру, там, определённого метража. Потом зарплату не меньше, чем там тысяча, чем-то евро. Ну, такая зарплата была. Я звонила, говорю, слушай, я тут зашла в группу, и тут пишут вот такие требования, что надо жить отдельно. Соответственно, я, для меня вообще, в принципе, да, ненормально, когда люди в таком возрасте, типа, живут с родителями. И каждый раз, когда я спрашивала про шведскую, это была просто дикая невероятная ссора. Она кричала, не лезь сюда, я сама всё сделаю, то я уже делаю, то я не делаю, то они уже сделались, короче, там, вот на день, со дня на день, короче, они сделаются. В итоге, когда я спрашиваю, что ты подавала, какие документы, какие требования, человек вообще даже не зашёл, не прочитал. Понимаете, я просто каждый раз, когда мне обещают, я дело в том, что верю. Не потому, что я, там, какая-то наивная и так далее, а просто потому, что я сама такой человек, если я кому-то что-то пообещала, я эти обещания, блин, сдерживаюсь. Я там пообещала, я ещё не буду ходить в зал, хотя что в этом такого, да? Она говорит, что на тебя, там, короче, будут засматриваться кто-то. Я говорю, слушай, там все потные, грязные в зале, никто там ни на кого не засматривается. Даня, во время вот этой вот ссоры, когда мы много дней не общались, когда вот это вот с Минском была история, я была девочке. Общение, состоящее из четырёх, четырёх, на секундочку, смс. Я написала своей бывшей девушке, Маше, я спросила, как тебе дела? Она сказала, у меня всё хорошо, у меня новая девушка, мы делаем ремонт, короче, зона. Я сказала, окей, всё. На этом всё, когда она приехала, мы типа а-ля помирились, я поверила в это всё. Я, естественно, рассказала ей про эту ситуацию, и она, типа, страшно вообще взбесилась. Она на меня была очень злая, хотя сам человек собирался ехать просто в Минск. Ну, о чём вообще речь? По поводу Швеции и так далее, я начинала вечно спрашивать. Говорю, слушай, если действительно так всё, да, как в группе пишут, и как написано на, ну, в этой группе, да, люди, которые ожидают как раз-таки рассмотрения дела, потому что дело рассматривается около года, иногда даже полтора, говорю, почему ты, какого хрена ты ещё до сих пор живёшь с матерью? И тут начинается вообще, типа, самое интересное, потому что начинаются какие-то отмазки, начинаются просто миллион пятьсот причин, то, короче, пятка болит, то сердце колет, то ещё что-то, ой, я не могу сейчас разговаривать на эту тему, но, понимаете, человек просто всячески, всячески избегал какого-либо вообще, в принципе, разговора на эту тему. Потом уже началась другая песня. Я, типа, не могу переехать, перевести тебя, потому что отчим в 2013 году взял на меня кредит телефона, и там такой какой-то платёж, такой огромный, что у меня, типа, кредит, из-за этого я тебя не могу перевести. Я говорю, подожди, ты мне сейчас только про это сказала. Никаких ни выписок, ни долгов, то есть сейчас мне ничего не подсказывало, это уже именно в конце, типа, сказали, что якобы есть какой-то кредит, из-за кредита мне не дадут тебя перевести. Ну, какой, простите, сколько телефон тогда, там, в 2013 году, по-моему, айфонов ещё не было. Ну, сколько телефон стоил? Ну, 200 долларов, ну, 300. Ну, пусть, допустим, возьмём 600 долларов. Выплатить 600 долларов, если ты очень сильно любишь, там, свою девушку, да, и хочешь её перевести, мне кажется, вообще, типа, расплюнуть, с учётом того, что человек живёт в еврозоне, зарплата, там, типа, тысяча-полторы евро, ну, типа, выплатишь 600 долларов ради такого дела, я считаю, можно было. Ну, в общем, говоря, отмазки. Я, на самом деле, к этому видео, блин, очень сильно, пару дней, типа, пыталась издреть для того, чтобы всё это рассказать, потому что всё, что будет происходить дальше, честно говоря, это просто... И я лечу шерсть, это был на Новый год, и тут мне звонит твоя мама. По поводу матери, это вообще, типа, отдельный, короче, разговор. У меня было видео на канале, где я тоже на эмоциях на таких, типа, записала. В общем, если, вкратце, мать позвонила мне и сказала, что она, типа, едет к хахалю, который, там, её на 10 лет младше в Грузию, вот, и у неё, типа, нет денег, на секундочку, люди живут в Швеции. И она говорит, может ли она у меня одолжить деньги? Говорит, ну, чем больше, тем лучше, сколько у тебя есть, типа, дай мне, пожалуйста, всё. Я тебе через месяц, короче, отдам. Не знаю, 700 долларов, 200 евро и ещё 120 злотых. Я в Польшу летала, поэтому у меня были ещё злотых в валюте. После того, как эта дама, её мать, забрала деньги, наступает 21 число, в которое она, типа, собралась мне вернуть деньги. Ну, как бы, я целый день ждала, что человек сам напишет. Проходит 22 число, никто мне не пишет. В тот месяц нужно было платить и аренду квартиры, и аренду за два месяца с салона, потому что я там, Новый год оказался не очень урожайным в том году на клиентов, да, что-то как-то не пошло. И, в общем, я попросила хозяйку салона подождать с оплатой аренды. Мне нужно платить за квартиру, потому что я живу там, я с животными. Я не живу, к сожалению, в своей квартире, у меня нет своего ничего. Я тупо до копейки всё отдала. До копейки. Я приехала назад со Швеции, у меня было, наверное, гривен 200. Проходит ещё день, я пишу, ну, как там с деньгами? Молчание, я уже начинаю звонить, короче, вообще полный игнор, соответственно, мне приходится подключать Катю, говорю, Катя, такая ситуация. И она у меня одолжила, короче, теперь она меня игнорирует, и тут она на меня начинает орать. Жанна, до какого хера ты одолжила, да, она тебе не отдаст деньги, и так далее. Типа, она такой человек, который деньги ни разу, типа, в жизни, там, короче говоря, никому не отдавала, там, типа, а-ля, вся в долгах, как в шелках. Я говорю, подожди, это же твоя мать, почему мне этот человек звонит и говорит, типа, одолжи деньги? Самое интересное, у нас с Катей был общий Apple ID, то есть, говоря, один аккаунт, два всей системы, и, соответственно, те смс-ки, которые приходили ей, они приходят и мне. Это всё время я это продаю, потому что у меня не у кого взять денег, у меня нет родственников, у меня нет, как бы, ну, будем говорить, ведь у меня есть друзья, которые могли бы мне одолжить деньги, но я не люблю одолжить, понимаешь, что рассчитывать мне нужно только на себя, и, соответственно, я пыталась, как бы, дозвониться до её матери, просто нормально, спокойно поговорить, и, что вы понимаете, приходит Катя смс-ка от матери, типа, ой, блин, короче, опять эта Жанна будет звонить, и Катя говорит, да, да, она тебе сейчас собиралась звонить, не бери ни в коем случае трубку, она тебе поможет с другого номера звонить. Вы представляете, я ещё за этой перепиской наблюдала пару дней. Её мать писала, что, типа, да пусть Жанна, короче, а-ля, не пи***шь, у неё нет денег, она, типа, там, на курсы ходила дорогие, типа, за 300 евро, а тут у неё нет денег за квартиру заплатить, короче, обойдётся она без денег. Если бы мои родственники одолжили бы у моей девушки деньги, это было бы просто моим делом чести, вернуть эти деньги сразу же, как только можно. Друзья, которые были у нас, в том числе, на роспище, они мне говорят, Жанна, вообще, подари им эти деньги, и пусть они идут нахуй, потому что с такими людьми вообще, вот, которые одалживают, не берут, вот, и то, что делала Катя, естественно, они всё это в курсе. Говорит, вообще, забудь за эти деньги, подари им, и вообще, типа, не вспоминай, зови новой жизнью. Это чья, типа, без денег, она мне говорит, иди, бери кредит в приватбанке. Я говорю, ты что, типа, долбанулась? Какой кредит в приватбанке? Там, типа, ну, там большие у нас проценты. Соответственно, никто ничего не вернул. Мне пришлось у Оли, у моей подруги занять деньги, вот, у которой я сейчас нахожусь дома. Она мне дала деньги, мне было очень унизительно просить деньги, потому что она знала про эту ситуацию. Она знала, что... Катя знала, что я откладываю деньги на квартиру. Она знала. Она мне вот это вот постоянно, естественно, при каждой ссоре я вспоминала эту ситуацию с деньгами. Она мне говорит, да, я вот тебе дам, потом она начала говорить, ах ты, типа, там, короче, а-ля меркантильная сука, у тебя только деньги на уме, никаких чувств. Говорю, Катя, конечно, потому что это заработанные деньги, конечно, они у меня на уме. Зарабатывала я немного, я оплачивала всё самостоятельно, и нужды животных, которых мы вместе завели, это тоже полностью всё оплачивалось с моих денег. В итоге она после этой ситуации, после этой ссоры, я её везде, типа, короче, обдукирую, нигде ей не отвечаю. Она приезжает на мой день рождения в Киев. Она всем моим друзьям пишет, что Жанна, я, типа, для Жанны приготовила сюрприз, типа, поездку на лимузине. И, соответственно, все мои друзья в курсе этой ситуации. Никто не захотел ей ехать в этом лимузине, якобы на мой день рождения, потому что Катя у меня украла деньги, и никакого желания встречать день рождения тоже не было. Ну, потом была ситуация, типа, с Турцией. Она сказала, что она заработала деньги в Швеции, она приедет ко мне, и мы поедем в Турцию в отпуск. Эти 600 долларов перед поездкой, я все деньги дома обычно всегда редко храню, но это я хранила именно в валюте, эти деньги. И перед поездкой я эти деньги, получается, решила переложить. И она как раз-таки была в комнате, я снимаю маленькую 25-метровую квартиру, и она была в комнате, и она видела, куда я прикладывала эти доллары. Это было вот буквально за час или за два до поездки. Кстати, приезжаем мы из Турции, и я лезу туда, на свою верхнюю полочку, где у меня лежат деньги, и, чтобы вы понимали, денег нет. Вообще, я говорю, Катя, где деньги? Пока мы были в Турции, кормил моих животных мой друг Саша, он туда заходил один раз, и кормил их животных, вот Оля, у которой я нахожусь. Катя говорит, ну, типа, я не брала, вообще, то есть человек даже на меня вот не смотрит, я, типа, эти деньги не брала, я не знаю, где, ищи, ты что на меня тут орешь, короче, ты такая, там, типа, такая-растакая, я не знаю вообще, где деньги. Я говорю, Катя, в смысле ты не знаешь? Говорю, мы с тобой живем вдвоем. Оля не могла за деньги, потому что у них, ну, типа, как бы, все, я очень долго прожила, я у нас никогда, когда мы с ней вместе жили, у нас никогда ничего не было, никогда у нас ни копеечка вообще в доме не пропала, никогда. Саша тоже, ну, во-первых, там был один раз, во-вторых, вот это не такой человек, который бы что-то взял, потому что дома неоднократно, во время, там, дружбы с моим другом неоднократно просто оставались большие суммы денег, и никогда, опять же, ни одна копеечка не пропала. Ну, это, скорее, были отношения, ну, исключительно романтические, ни о какой, типа, там, постели, вообще, в принципе, даже речи не шло, хотя меня это очень сильно, как бы, расстраивало, но это, наверное, все тема для отдельного какого-то разговора. Начались, типа, начались вот эти вот все пропадания денег, я поняла, что в плане денег человеку этому доверять ни в коем случае нельзя, и я откладывала абсолютно все деньги, сразу после работы я шла в терминал, откладывала на свою карточку, абсолютно ничего не говорили человеку, сколько я за день получила, ничего. Короче, на самом деле мне очень стыдно это рассказывать, мне стыдно, что со мной это происходит, но, к сожалению, для меня это видео и вообще, ну, как бы, то, что я рассказываю об этой ситуации, на самом деле, я надеюсь, что благодаря вашей поддержке мне станет хоть капельку, хоть капельку легче. Потому что она в Киеве, каналу, короче, нашим образом пришел капец, потому что она, вы знаете, периодами это были какие-то, честно говоря, ну, не вспышки агрессии, а вот просто все попытки отмазаться для того, чтобы вести канал. Ой, я не хочу, ой, это, ой, то. И еще то, что меня очень сильно смущало, это, блин, постоянные игры в доту. Меня это тупо раздражало до такой степени. Более того, ладно, там человек поиграл часик, да, у каждого из нас есть свое хобби, но это же, типа, было вообще часами, девочки, часами. И дальше наступает, на самом деле, очень тяжелый вперед, потому что она у меня начинает рассказывать, что вот, я, типа, перейду в Англию, я тебя перевезу, короче, тыры-пыры, но для того, чтобы переехать в Англию, ей нужны деньги, говорит, мне надо деньги, мне надо столько, а я говорю, Катя, все, денег нет. Денег я, он сама вся волая босса, не будет никаких денег, я уже ничего, в общем говоря, не дам. Она поехала в Швецию, там, типа, в Швеции работала, звонила мне, обещала, что у нас все будет хорошо, что все будет классно, я сейчас перевезу. Ну, короче, то же самое, что с Швецией, я сейчас перевезу, будем вместе жить, короче, у нас все будет чики-пуки, понимаете, чики-бомбини, все будет заеб... Девочки, лохушка просто, локаторы свои развесила, слушала, короче, а лапша вот так вот, понимаете, уже ушей не видно, сколько той лапши. И перед поездкой в Англию она мне все-таки говорит, ну вот, типа, я там вообще там такая, короче, понимаете, в протяжении всего этого времени человек мне каждый день говорил, вот ты, короче, плохая, потому что ты там пошла с другом погулять, ты плохая, потому что ты там с подругой видишься, а я сижу дома, ни с кем не общаюсь, и тебе там, короче, чуть ли не, понимаете, в трусах верности сижу, верность тебе храню. В Англии она находится с февраля, и мы как бы продвигаемся к нашей основной тяжелой, скажем так, теме, из-за чего мы вообще сейчас, в принципе, это все со мной происходит, потому что я узнала, что она мне изменила. В общем, девочки, сейчас час тридцать ночи, я монтирую это видео, и понимаю, что оно выходит слишком длинным, и поскольку мой канал, он не посвящен, ну, как бы моей личной жизни, да, у нас другая с вами тематика этого канала, то я не знаю, вообще интересно ли вам это все, и стоит ли мне выкладывать вторую часть, потому что я ее сняла, мне нужна ваша поддержка, и чтобы вы дали понять, надо ли дальше это все выкладывать, или вам как бы не интересны все эти подробности моей жизни, и вообще я это просто все зря делаю, и как-то, скажем так, сглупила, рассказав об этом. Все, всем пока.